И снова всем welcome, это снова я. На этот раз у нас речь пойдет про мототехнику и про культуру мотоциклетную в Японии. Немного отступления от темы. Как вы знаете, в Японии сейчас достаточно много заболевших коронавирусом. И в целом в Китае тоже эпидемия, поэтому я сейчас стараюсь никуда особо не выезжать. Это не паника, а просто мера предосторожности. Тут еще недавно корабль пришел, тоже очень много заболевших на этом корабле. Но среди них, среди заболевших русских нет, но русские были также на корабле. Поэтому я не знаю пока, опасно ли это вообще для европейцев, этот вирус или нет. Но могу сказать, что в мире уже зафиксированы случаи заболевания у не только азиатских рас, но и у европейских, американских и других. Поэтому, чтобы не рисковать лишний раз, сейчас временно я не езжу по всяким местам массового скопления людей. В парки, музеи и разные там открытые мероприятия, где много очень народу. Как это рекомендуют делать японские доктора. Ну и не только японские. Ну а теперь к теме. Так, мотокультура в Японии. В целом, мотокультура в Японии очень хорошо распространена. Но она немного отличается от той, которая существует в России, в Европе, ну и других там странах. Она больше как азиатская. То есть в Японии мотоцикл или мопед или скутер используется в основном как средство передвижения. Средство передвижения, то есть, например, до работы или же до садика, или там до магазина. В целом, это очень недорогой способ передвижения. Раньше вот здесь у меня, кстати, у нашего дома на парковке здесь стояли эти два мопеда. Ну сейчас их убрали уже. Точнее, три там еще один стоял с той стороны. Вот по следам видно. И вот такой мопед небольшой, там 125 кубов, там до 125, может быть, 90 кубов стоил. Ну, совершенно недорого. Там в порядке что-то 50 тысяч йен можно было купить там. Ну, я не знаю, может даже чуть плюс-минус там 20 тысяч, там за 70 тысяч йен можно было купить. Бывушные, конечно. Бывушные мопеды в целом хорошего качества. И я бы сам бы поездил на мопеде, если у меня вот не было другого транспорта. Тут как бы, наверное, у меня есть велосипед, я на велосипеде сначала ездил. Потом появились деньги, купил себе мотоцикл. Конечно, можно было бы купить сразу себе мопед за эти же деньги, вот, которые вот велосипед покупал. Тоже примерно там 60 тысяч йен. Но это на рубли где-то 30 тысяч рублей, где-то так. Ну, 30-40 тысяч рублей можно взять хороший японский мопед, этот скутер, и ездить вон на работу еще куда-нибудь там. Так, сразу скажу о правах. Права нужны, конечно же, японские. Иностранные эти вот, эти международные права, которые у вас там с вашей страны, они не подойдут. Вот, японские нужно сдавать или пересдавать, если вы со своими приехали правами. Вы, например, приехали, у вас категория там А открыта там, или же категория М. Вот новая, которая была введена. Значит, вы можете здесь пересдать в Японии. Как пересдавать? У меня есть отдельно плейлист с сдачей на японские водительские права и на машины, и на мотоцикл. Но вкратце так расскажу. То есть сначала идете там в службу, которая занимается регистрацией документов, или как японская автомобильная ассоциация. Делаете там перевод своих прав на японский язык. Они определяют, что да, у вас вот есть категория там, например, Б там, или там категория М. И вы эту категорию можете пересдать. То есть на японские права. Следовательно, вы сдаете технику... Ну, сначала тест на компьютере, потом тест, значит, на вождение. Все, получаете права, можете покупать и ездить. Или арендовать и ездить. То есть как бы, что вам нравится. Аренда мопедов, ну, стоит там вообще сущие копейки. Что-то там на сутки можно за 5000 йен взять мопед. То есть, 2500 тысячи рублей. Ну, где-то так, да. На сутки, но это целый день можно кататься. Если хотите байк побольше, какой-нибудь там... Там 400 кубов, там, или там больше. Соответственно, он будет чуть подороствовать. Ну, там, допустим, сколько? 400 кубовый там какой-нибудь Сибишка, там, Хонда. Будет стоить порядка где-то 8-10 тысяч йен на сутки. Примерно так. Ну, это аренда, аренда. Как я уже сказал, если вы хотите кататься на автомобиле, вам нужны для этого права в Японии, например, аренда автомобилей. И также, если вы хотите арендовать мотоцикл или кататься на мотоцикле по Японии, нужны также японские мотоциклетные права. Даже для аренды. Поэтому сначала перед тем, как покупать, обязательно у вас должны быть права, потому что магазины спрашивают об этом. Магазины спрашивают о том, есть ли у вас права, вы обязаны их показать. Они делают регистрацию автоматически, все полностью здесь оформляются. Номер вам выдают, то есть по вашему месту жительства, там, где вы живете, в каком городе. И все. И вы можете спокойно есть. Если вы арендуете, также приходите с правами с японскими в места аренды мотоциклов или скутеров, арендуете и катаетесь. Все. Они как бы, ну, без проблем дают. Там можете со страховкой взять, можете без страховки взять. Тут уж на ваше усмотрение. Это что касается аренды. Теперь, что касается самих мотоциклов. То есть, как бы, многие здесь говорят, там, вот, мотоциклетная культура, там, в Японии, там, практически, там, ну, никто никуда не ездит. Вот, поэтому пробеги маленькие. Ну, тут есть как бы два варианта. Есть люди, которые ездят много, а есть люди, которые не ездят. Соответственно, нужно смотреть на пробег. Пробег никто не будет здесь скручивать. За это сажают в Японии. Если это будет видно, что пробег был скручен, и документально это докажут, то есть, то хозяина мотоцикла или же фирма, в которой он продавал или он покупал, могут, значит, посадить ответственное лицо. Поэтому здесь этим никто не занимается. Да и там выгода-то вообще копейки выходит. Вот, есть несколько видео о мотоциклах, магазинах мотоциклетных, там, можете посмотреть внизу, там, будут ссылки в описании. В целом, видео достаточно, ну, такие объемные, там, очень много информации, как обычный мотоцикл, так и оффроуд. Вот, что касается, что касается конкретно темы про культуру мотоциклетную, такое понятие, как мотоциклетное братство у японцев отсутствует, можно так сказать. Ну, как и во всей Азии, в принципе. То есть, японцы не привыкли здороваться, вот, там, поднимая руку, если встречает тебя на дороге, там, на мотоцикле. Если вдруг там кто-то что-то сломался на дороге, на трассе, еще где-то, японец не будет останавливаться на другом мотоцикле. Они просто мимо проедут и все. То есть, с чем это связано? Во-первых, ну, изначально их никто этому не объяснял, не обучал, и, ну, у них как-то такая асоциальность идет. То есть, ну, они не привыкли создавать, как бы, группы такие. Есть, конечно, группы, там, типа, вот, Янки, там, Босудзоку, там, ну, вот эти вот молодежные движения, которые, там, ездят на таких больно шумных мотоциклах, таких без глушителей. Там еще даже мегафон сзади делают специально, чтобы погромче звук был. Их очень мало. Основная масса тех людей, кто использует эти скутеры или мотоциклы, не привыкшая к такому общению, не привыкла к такой культуре мотоциклетной. То есть, в основном, люди покупают здесь скутеры или мотоцикл для каких-то там развлечений, либо, вот, как я говорил, на работу, либо в магазин, либо еще куда-то. Все, что остальное, там, как бы, какие-то ивенты, еще что-то, то есть, они обычно организуются с друзьями. То есть, если вот есть несколько друзей, они собрались, японцы вместе поехали. Да, если кто-то из группы сломался, они остановятся вместе, будут там что-то делать. Но все японцы, все японцы думают, что, то есть, ну, а что там, что там делать, зачем, когда есть сервисы. И они всегда вызывают там сервисы, вот, дорожный сервис. Япония, как бы, небольшая, и можно вызвать быстро сервис на дороге. Поэтому это стоит недорого, там, что-то вызов 5000 рублей. Ну, то есть, и они за 5000 рублей полностью все чинят, там все делают, как бы, если надо, в сервис отвозят. И, соответственно, вот видно, вот такт стоит, такт. Люди ездят, вот, корзинка, как раз специально, магазинчик куда-нибудь. Ну, так, продолжим о культуре. Следовательно, японцы привыкли, что в Японии очень много, ну, как бы, сервисов. И культура мотоциклистов, она не так развита в Японии. Есть японцы, которые жили за границей, которые общались с иностранцами, которые там, ну, несколько лет прожили на мотоциклах, ездили там за границей где-то, ну, путешествовали. Вот они, да, они будут, как бы, следовать именно вот той культуре, где они когда-то побывали. Потому что в Японии этого нет, и некоторые люди, европейцы, американцы, там, русские, то есть, ну, они, как бы, вот, привносят свою, там, культуру в мотоциклетную в Японию. И у меня также есть, как бы, две компании. Одна, значит, это японцы, с кем мы раньше работали, у кого есть мотоцикл, то есть, мы иногда собираемся, куда-то едем покататься, отдохнуть. То есть, ну, не более того, если у кого-то есть какие-то другие интересы, они их делают, естественно, сами, никого это не зовут. То есть, им исключительно, вот, друзья-мотоциклисты, ну, типа, партнеры по бизнесу или же рабочие, или сотрудники у тех, у кого были мотоциклы, или на данный момент есть. То есть, они их зовут именно вот конкретно, чтобы покататься по, ну, где попутешествовать. Вот и все. Если вот даже вот такой компании вы будете ехать где-то там, да, по трассе, да, и увидите, кто-то сломался там, то есть, обычно из этой компании никто не будет останавливаться, спрашивать, а нужна ли помощь, может быть, там что-то там помой где-то сейчас, может, бензин кончился, еще что-то там поделиться там. То есть, нет, такого нет. А вот американцы там, или европейцы, или русские, да, если вот они ездят конкретно своей компанией, вот у нас есть тоже компания, которая вот чисто иностранцы, те, кто здесь живет, в Японии достаточно долгое время, у кого есть мотоцикл. Вот мы, да, как бы мы ездим группой, и если что-то видим, как бы на дороге что-то случилось, там обычно всегда останавливаемся, спрашиваем, что там, помогаем. Культура в целом зависит от национальности. И вот в Азии, вот я заметил, я был на Филиппинах, в Тайване, в Китае, в Шанхае, в Сингапуре, культуры там, ну, такой вот, как мы привыкли ее видеть, мотоциклетной нет. То есть, эта культура конкретно, как мотобратство, только вот у европейцев, в России, в Америке где-то есть, то есть, в других местах такого нет. Ну, тут как бы в Азии вообще, как бы, такой взаимопомощи, она не особо распространена. То есть, потому что люди привыкли, что, ну, все могут позвонить в сервис, вызвать сервис, и как бы, и зачем об этом думать кому-то там, что-то кому-то помогать, когда можно быстрее и лучше обратиться в сервис качественный, и там помогут, все это сделают, решат без каких-либо проблем. То есть, ну, и люди к этому привыкли, и все. Вот и весь ответ. Ну, что касается каких-то поломок, и еще что-то, если у вас из друзей у кого-то, из японцев, если у кого-то что-то сломалось, они не будут звать что-то помочь, там где-то сами что-то делать. Те, кто, если иностранцы, да, ну, иногда вот мы, как бы, друг другу помогаем, приезжаем, где-то делаем, там, что-то подремонтировать, там, скутерный мотоцикл, там, не проблема вообще. Это несложно, да и, как бы, лишний раз встретиться, как бы, можно пообщаться, хоть что-то новое узнать, там, новости какие-то. Потому что в Японии со временем очень, ну, трудно, и не все могут себе, скажем так, позволить потратить сколько-то там, полдня, день на то, чтобы где-то кого-то там помочь. Но если удается, то, как бы, люди рады. Что касается мотоциклов самих. В Японии конкретно скутеры, как я говорил, до 125 кубов, это расходный материал. Ну, это как велосипеды, то есть, если их там покупают, поездив в какое-то время, их могут где-нибудь оставить и просто забросить их. Ну, как бы, они будут стоять там годами, никто и за ними ничего не ухаживает, то есть, естественно, без ключей, как бы, все припарковано, они забыли, они не платят за них никакие там налоги, ничего. Ну, все. И в итоге он превращается этот, ну, как бы, скутер в хлам, рожевеет весь все полностью, уже, ну, непригоден для езды, становится резина там уже становится все плохой. И, то есть, скутер можно считать, ну, выбрасывают. Так же и велосипеды тоже, и люди ездят, вот эти дешевые велосипеды, которые обычные, там, за 10 тысяч йен, там, может, и 8 тысяч йен, там, бывушные покупают, поездили там сколько-то времени, где-нибудь его оставили и все, и забыли про него. И вот так вот, ну, велосипеды и скутеры в некоторых местах, они прямо вот так рядами накапливаются около каких-то там заборов и каких-то супермаркетов. Поэтому частенько приезжают службы городские, которые увозят вот этот вот хлам с парковки или от забора, чтобы они не мешали ни проезду, ни новым, кто приезжает парковаться будет людям. Поэтому скутеры и велосипеды, это как расходный материал в Японии. А, ну и немного расскажу про классификацию прав в Японии. В Японии существует 4 классификации прав. Значит, первая, это скутеры до 50 кубов. Вторая, скутеры до 125 кубов. Да, третья, значит, это скутеры до 400 кубов. И четвертая, это 400 и выше, то есть, ну, то есть безлимитные уже. Соответственно, на первую категорию могут сдать даже студенты, даже там, по-моему, 16 лет или там 14 или 16, сейчас точно не помню. В общем, стоит она где-то 20 тысяч иен. То есть, недорого стоит. И сдается буквально там за пару дней. То есть, там пару дней, там поучились, все сдалось. Ну, даже если сдавать. Если учиться, то там где-то недели, может быть, полторы на все это уходит время. Следующее, что еще? А на следующий уже уровень сдавать, если будете, то тогда вам нужно уже получать, там, учиться, точнее, в автошколе или в мотошколе. И уже в этой авто или мотошколе на полигоне там сдавать через какое-то время. И вот такой вот уже уровень, там, до 125 кубов скутеры стоит уже подороже. Там порядка 80-100 тысяч иен полностью обучение вместе со сдачей. Поэтому я бы так сказал, что если вы хотите ездить на мотоцикле, и у вас есть российские права там на скутеры или там на мопед, или на категорию А, или даже на категорию Б, лучше привозите их с собой, здесь пересдадите и будете ездить. Это выйдет дешевле, чем сдавать здесь, в Японии, на права. Ну, такое немного отступление тоже от темы. Цена на сдачу, на конкретно вот на машину с автоматической или с механической коробкой передач, да неважно, стоит порядка 250, там, 220-250 тысяч иен. А если вы сдаете вместе с мотоциклом, то есть вот и на машину, и на мотоцикл, то будет порядка 300 тысяч иен. Там около 300 будет выходить полностью все обучение. Но, опять же, это машины плюс мотоцикл, мотоциклы тоже безлимитные. Но там и срок обучения, ну, не месяц, там больше достаточно выходит, там длительный срок. И немного информации про мотоциклы или мопеды, которые брошенные. Ни в коем случае их не пытайтесь брать или чинить, или себе забирать. То есть, если, ну, вы не знаете хозяина, и хозяин вам не продал его, не передал права или еще как-то. То есть, в этом случае вы рискуете, что если вас поймает кто-то там полицейский, они могут там проверить, что он принадлежит другому человеку, позвонить ему, а человек скажет, что его угнали. И за это могут посадить. Поэтому, если вы видите долго припаркованный какой-то бесхозный мотоцикл или скутер около своего дома в Японию на парковке, то лучше сообщите об этом управляющему дома, либо же в полицию, чтобы они проверили, а вдруг это там угнанный мотоцикл или скутер, или же это брошенный, и хозяин не отвечает. Тогда городские службы через какое-то время этот мотоцикл или скутер увезут на парковку брошенной техники. Вот и все, что я хотел сегодня рассказать о мото-культуре в Японии. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Не забывайте подписываться, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. Ну, а с вами был Дэн. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok